Но постоянно угнетая людей и еще удивляться тому, что люди не пишут правду, которую ты считаешь правдой о войне и так далее. Да люди тебя презирают, даже когда можно написать действительно какую-то правду. Вот ты сделал, например, что-то хорошее, допустим, посадил дерево, но люди не напишут ничего хорошего тебе. Значит, Рамзан Кадыров на днях провел совещание со своим правительством, главами, и опять поднял тему комментариев, видимо, к видео, к публикациям, которые они делают. Обратился к министру информации и печати Ахмеду Дудаеву, более известному народу по прозвищу Сердца Кадырова, и дал ему некоторые указания. Давайте посмотрим. Здесь Кадырово говорит, бюджетники у нас, говорит, не пишут комментарии к нашим публикациям, одобрительные. Здесь речь идет о одобрительных комментариях. И, в общем, Кадырову не нравится, что мало поддержки под их публикациями. Он говорит, типа, надо заняться этим вопросом, дает задание этому министру Ахмеду Дудаеву. Значит, мы не говорим писать неправду, говорит Кадырово. Мы говорим писать правду. Те, кто пережили войну, пусть напишут правду. И вот знаете, о чем я задумался? Я с 2017 года активно веду свои каналы в Ютубе, в Телеграме позже. И за весь период своей деятельности мне ни разу не пришлось просить вас, людей, чтобы вы писали одобрительные комментарии под моими публикациями в данном видео. Это настолько удивительно, представляете, один человек, просто блогер, ведет, ну, очень много всего я публикую. И на разные спорные темы были видео, даже хейт там в каких-то вопросах ловил. Но никогда не было такого, чтобы мне, чтобы какое-то, какое-то мое видео, это высказывание, чтобы оно вызвало какое-то, допустим, какое-то такое массовое неодобрение, какой-то хейт. И мне бы пришлось обратиться к своей аудитории и попросить, значит, напишите, пожалуйста, одобрительные комментарии. Я не прошу вас писать неправду, напишите просто правду. Здесь в сети вообще все устроено таким образом, что одобрительные комментарии, вообще вот человек, когда он смотрит что-то, и ему это нравится, то он мало мотивирован написать что-то хорошее. Больше мотивации у того, кому не понравилось. Это, ну, это правила такие, такова психология. Когда человеку что-то не нравится, у него большее желание написать о том, что ему это не нравится, чем у человека, которому что-то понравилось. Когда тебе что-то нравится, ну, ты просто можешь поставить лайк. Ну, сесть и написать комментарий, как мне это понравилось, какой ты красавчик, как ты прав в этом вопросе, это у людей мало мотивированы для этого. Поэтому, соответственно, да, потому что негатив писать больше хочется людям. Ну, этим, тем самым, понимаете, если у тебя нет вот этой вот по умолчанию поддержки от людей, вот этого одобрения, то ты по-любому сталкиваешься с большим хейтом. И Кадыров постоянно с этим сталкивается, ему поэтому приходится постоянно поднимать эту тему, напрягать людей, чтобы они писали какие-то одобрительные комментарии. И вот представьте, даже когда Кадыров заставлял этих бюджетников писать негативные комментарии под мои видео. Представьте, что есть действительно те, кому не нравится то, что я говорю и делаю. То есть это те, кого не нужно заставлять. Они и так, им я и так не нравлюсь, что бы я ни сказал, они напишут что-то плохое под моими видео. Есть те, которые конкретно с конкретным моим видео в чем-то там могут со мной не согласиться и тоже это напишут. И к ним еще прибавляются те, кого Кадыров заставляет это писать, все плохое, даже если они никогда бы ничего не написали. И вот при всем при этом, все равно превалировали у меня одобрительные комментарии. Никогда еще не было, чтобы там количество дизов превышало количество лайков. То есть не приходилось мне обращаться к людям с просьбами писать одобрительные комментарии. А целой системе, у которой неограниченное количество ресурсов, там где работает неимоверное просто количество людей, это не команда, это команды, многочисленные команды работают над тем, чтобы Кадырова любили. То есть это пиар компании, целые там агенты, его правильно преподносят аудитории. То есть ему специально дают делать какие-то благотворительные вещи, чтобы вызвать одобрение. И несмотря на это, этот человек ловит массовый хейт, массовое осуждение. И он вынужден просить, точнее приказывать своему этому министру, чтобы он занялся вопросом, чтобы людей заставляли писать одобрительные комментарии. Насколько это печальное положение у вас, Кадыров? Ты задумайся, я больше для тебя об этом говорю. Ты задумайся над тем, в каком положении ты находишься. Для того, чтобы получить поддержку от народа, тебе нужно заставлять своего министра, заставлять бюджетников писать эту поддержку. Зачем она тебе такая? Для чего ты создаешь вот этот иллюзорный мир? Чтобы потом в него просто поверить, обмануть самого себя. Допустим, сейчас пройдет волна по всем министерствам. Этот министр соберет там других, в общем пойдет это указание, все бюджетники начнут писать одобрительные комментарии под какими-нибудь вашими публикациями. Ну сколько это продлится? Ну неделю, там две недели, ну месяц максимум хорошо будут прям это все контролировать. Но потом опять это все пойдет на самотек. Опять пройдет год, полтора, и ты снова вынужден будешь проводить совещание и просить этого, точнее давать поручение этому министру, чтобы он опять собирал этих бюджетников, опять на них наезжал, и они опять писали одобрительные комментарии. Почему ты не задумывался, почему тебе приходится это делать снова и снова? Потому что тебя не любят, тебя презирают. Народ тебя презирает. И ты делаешь все возможное, чтобы он тебя презирал. У тебя даже нет элементарного понимания, что нельзя добиться поддержки, любви народа, постоянно его притесняя, терроризируя. Постоянно приходят сообщения о том, что где-то ущемляются какие-то там бизнесмены, заставляют там какие-то деньги выплачивать, поборы. Где-то в какой-то больнице, вот вчера приходило сообщение, что в какой-то больнице сказали, значит за январь вы зарплаты не получите, все там уходит куда-то на поддержку чего-то СВО. Где-то в университетах массовые отчисления там из медицинского, с факультета медицинского в ЧГУ поступают сообщения, что там массовые отчисления идут. То есть постоянно происходят какие-то репрессии в отношении людей, и это не может привести к любви в твоем отношении, если отбросить все там, твое предательство, какие-то религиозные там вещи, это все даже если убрать, просто вот человеческое отношение к тебе не может быть хорошим, потому что ты постоянно издеваешься над людьми. Любая твоя, любой твой выезд, любое твое поручение, оно всегда в отношении каких-то репрессий. Ты не говоришь помочь людям сделать там что-то для людей. У тебя всегда вот здесь значит снести, построить здесь что-то, вот здесь не убирают это все отобрать у людей. Как тебя могут любить, если бы ты, например, вместо того, чтобы отобрать, ты бы говорил, так вот здесь вот грязно, помогите людям почистить. Помогите, вы разберитесь, почему они не убираются, может быть им нужна помощь в этой уборке. Помогите людям, если бы ты мэру Грозного тогда дал бы указание не отобрать у людей участки, а сделать все необходимое для того, чтобы была помощь, чтобы им убрать свои участки. Смотри какой ход, да? Я даже не знаю, может быть плохо, что я тебе это говорю, может реально начнешь завтра таким образом руководить, и какая-то часть людей действительно благословно начнет к тебе относиться. Ну и ничего страшного на самом деле, людям от этого будет хорошо, и мы будем тоже счастливы. Если вот такой подход ты бы применял, тогда бы ты мог рассчитывать, что у тебя реально какая-то там народная поддержка, какое-то одобрение будет. Но постоянно угнетая людей и еще удивляться тому, что люди не пишут правду, которую ты считаешь правдой о войне и так далее. Да люди тебя презирают. Даже когда можно написать действительно какую-то правду, вот ты сделал, например, что-то хорошее, допустим, посадил дерево. Но люди не напишут ничего хорошего тебе, не скажут, какой ты молодец, ты посадил дерево, не скажут. Потому что тебя как личность презирают, ты достал, ты этих людей мучаешь. Если ты хочешь посадить дерево, и чтобы люди писали, вау, молодец, какое красивое дерево ты посадил, ты этих людей сначала как-то, я не знаю, приласкай, как-то одобрительное отношение к себе создай сначала. Будь сам добрым в отношении этих людей, и тогда, может быть, получишь какой-то фидбэк. А так рассчитывать на это, я думаю, тебе не приходится. Субтитры сделал DimaTorzok